А какой самый крупный размер взятки, который вам предлагали на вашу посту мэра? Друзья, всем привет! С вами из Крым Алена Бордовская. И сегодня будет одно видео, которое я давно хотела снять и давно ждала разрешения, кто бы согласился со мной провести это интервью. Интервью очень интересное. Интервью с мэром города Бахчисарай. Здравствуйте! Тарянов Александр Александрович, полуадминистрация города Бахчисарай. Вас можно назвать Сан Саныч? Можно Сан Саныч. Можно, да? Вы не обидитесь? Я не обидел. У меня очень много к вам будет вопросов сегодня. И, знаете, часть из них будет каверзной. Прошу вас меня простить заранее, но как бы все, что есть, все выложу. Вы готовы? Абсолютно, абсолютно. Точно, да? То есть все настолько у вас четко и открыто? Сто процентов. У вас какое-то высшее образование? Да, безусловно. Без высшее образование мы никак не получили. У меня первое гражданское образование. Закончил финансовую академию при правительстве Российской Федерации. Закончил академию ФСБ попутно. А, так вы из ФСБ? Ну, не совсем. А, так, подождите. Да, трудился, служил в органах государственной охраны, то бишь ФСО. Девять лет. Девять лет? Да, с 2007 года по 2016. Очень странно. Расскажите тогда, как вы пришли к тому, чтобы стать мэром Бахчисарая? После военной. Ну, кстати, между прочим, наш президент, он тоже в бывшем, в прошлом своем. Да, и у нас сейчас, кстати, много моих бывших коллег возглавляют в регионах. А, тоже с военных, да? Да. Это какая-то разнарядка от правительства? Да. Может быть, это тенденция некая положительная, я думаю. Ну да, военные, они педантичные, они знают, как управлять людьми. Ну, у вас глаза добрые. Отношения с людьми. По-моему, не скажешь, что вы жесткий командир. А у вас какое звание было или как-то у вас там это? Да, я вырос капитаном на последних месяцах. Не жалко? Не о чем, не жалею вообще в своей жизни, в принципе. А по поводу семейного вашего положения я хотела бы узнать. Жена, два детей. Да, все нормально. Просто для меня, как для женщины, знаете, ну, как бы семейное положение важно, потому что если вы премьерный семьянин, то вам можно больше доверять. Семья, семья, два детей. Да, замечательно. Ну, мы уже так немножко за кадром в телефонном режиме уже предупредили, что поедем по городу. Посмотрим основные места, посмотрим, что было и что стало. Ну, у нас на самом деле это такая практика ежедневная. Понятно. Ну, тогда пройдемся со мной. У вас тут ремонт идет. За чьи еще? Кстати, не за бюджетное, за счет муниципального предприятия. Да, ладно. У нас есть одно, наше богатое. А мы с ним, да, обратите. А когда в последний раз был здесь ремонт? Я думаю, сильно давно. Ну, лет, наверное, 20 назад. Не, ну, сейчас приличненько. Я не знаю, что у вас тут было. Да, нет, нет. Можно там посмотреть. А, тут можно заглянуть? Да, можно. Вот это я люблю, заглядываю. Посмотреть, как было. А, то есть вот такие стены были, да? Вот этими потертостями, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Тут уже прям полным ходом идет. Да, да. Это ваша машина или служебная? Служебная. Служебная, да? Да. Она вам от предыдущего мэра досталась? Нет, не досталась. А что это за машина? Лада, наше отечественное производство. Я вас тут, наверное, случайно без обеда оставила? Нет, 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 нет. Я не обедаю. Почему? Ну, не получается. Я, если не пообеду, я злая. А вы на зло пока еще не похожи. Хотя, наверное, к вечеру. Честно, брюк. Но обедаю крайне редко. Так поем, Сан Саныч или через? Да, давай, наверное, так. Вас все Сан Саныч называют, я заметила. Хорошие дороги у вас тут стали, вот я сейчас смотрю. Ну, это мы еще в 16-м году. Ну, это уже при вас сделано? Да, конечно. Ну, я делала ролик про ваш Бахчисарай, было-стало, и, конечно, дороги было-стало, это, ну, сильно заметно. Дорог не было, не было, не было дорог, реально, не было ни спортивных площадок, ни детских. Слушайте, у вас тут есть одна такая дорога, в центре прямо Бахчисарая проходит. Вот везде дороги хорошие, да, и одна такая большая, центральная, но вот ужасная, пыльная. Да, улица Фрунзе и... Вот, вы даже знаете про нее. Да, да, да. Ну, и что, вы с ней ничего не делаете? Семсеропольская Фрунзе, да, у нас такая, к сожалению, она не наша. Как не наша? Ну, она, она, естественно, наша, но она принадлежит Республике Крым, в частности, служба автодорог Республики Крым. Только она прямо в центре. Да, да, ну, при всем при этом в этом году там долго-долго мы их там, скажем так, сотрудничали друг с другом, и мы два с половиной километра, они, ну, в верхнего дорожного слоя, хотя бы там без бордюра, к сожалению. Так, кто не понял, там внизу парк Миниатюр, и мы поднялись сейчас вот сюда наверх. А скажите, куда ведет эта дорога вообще-то? Да, это улица Обездная, Де Юра и Де Факто. Она выходит на Симферопольску, практически в начало города. А это делается парковкой, у нас заключен с парком Миниатюр инвестиционное соглашение. У него эти парковки в обслуживании находятся. Они бесплатные. У нас, и вот сейчас она приводится уже в нормативное состояние, то есть асфальтируется полностью. И эта парковка здесь наверху, еще внизу есть еще одна. А это к парку Миниатюр парковка? Нет, это бесплатная парковка, у нас мысль вообще ее сделать перехватывающей для автобусов больших, ну, больших, туристических. Потому что старый город изначально не предназначен был для туристических. Да, там узкие улицы. Узкие улицы, туристические автобусы, там один встал, все забил. А если их здесь оставить, то там будет много проще. Это кто так у вас придумал? Хорошая просто идея, действительно. Да кто, кто. Так, уже уезжаем. Вопрос. А проблем у вас тут с подрядчиками нет? Как? Строят нормально? Проблемы у всех с подрядчиками есть, да. Да? Серьезно? В Крыму у всех есть, да, проблемы с подрядчиками. Вы каждый день проверяете? Да, 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 ну, бывает иногда. А если вы неделю не придете на объект? Как думаете, встанет стройка без вас? Надеюсь, что нет, но иногда говорят одно, а происходит на объекте другое. А, то есть докладывают одно? Ну, говорят, там, у нас, да, все работает, все работаем. Приезжаешь, понимаешь, работает, может, работает, но там два человека. А, делают вид, да? Да, и там явно недостаточно. А вас боятся больше или уважают, или дружат? Ну, то есть, вот, допустим, вы приезжаете, смотрят, что ничего не работает, сидит два человека, курят. И какие ваши действия? Штраф или наказание, или профилактические беседы? У нас там с подрядчиками регулярные встречи, если дороги брать, мы там каждую неделю, я их собираю, и учредителей, и директоров, работаем с ними. И, естественно, есть законно установленные пенни, штрафы. А вы ругаетесь там, по столу стучите? Бывает. Да? Да, да, да. Ой, я не могу пока вас представить. И хорошо, наверное. Это вы куда приехали? Да, это у нас новый парк, сквер по улице Фрунзо. То есть, раньше его не было? Нет, ничего не было. Ничего не было, дорожки натоптанные были. В таком виде он в этом году появился у нас. Я заметила, что при вашем правлении парков много, скверов появляется, каких-то детских площадок. Вот такое все. А вот внешний вид города вас устраивает? Ну, вот просто сейчас проехались по центральным улицам, где рынок, например. И вот я заметила, какое-то все разношерстное, разнобойное. Нет, нет, не устраивает, конечно. Не устраивает, но все постепенно, невозможно, да, так оно хочется прийти, раз, все поменять. Но не всегда получится это сделать. Но двигаемся, и мы убираем НТО. Что убираем? Ну, это называемые ларьки, нестационарные торговые объекты. А, понятно. Это для фото? Да, да, да. А площадка детская была? Нет, ничего не было, в принципе, ничего не было. Потому что было понимание, вот, вот, те дорожки, которые сделаны, они постарались сделать их на тех местах, где там натоптаны просто. А, то есть, понятно было, что здесь люди ходят, да? Да, не было вообще ничего. Вообще, вложение инфраструктуры, оно такая вот, самая здравая с точки зрения урбанистики, да, то есть, вот эти объекты благоустройства, и будут, предприниматели будут хотеть в этом городе работать, да, там, какие-то открывать. Рабочие места людям, то есть, это автоматически следующие, дальше налоги, то есть, это, ну, нормальное развитие муниципалитета, там, у любого региона. Есть какие-то, вот, ошибки, допустим, в вашем тут управлении? Ну, ошибки у всех есть. Да? Ну, например, что-нибудь вспомните? Или плохое сразу забываете? Ну, ну, так сложно сказать. Ну, я так стараюсь, знаете, назад так не сильно оглядываться. Не акцентировать. Да, там, ну, 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 я нигде не хирую, наверное, нет, вот таких серьезных. А чем гордитесь? Ну, ну, всем. Ну, вот самая большая гордость, которую вот тут вот, вы можете сказать, вот под эти, вот это вот под моим началом сделано здесь? Ну, так вот, в принципе, сделано все, все. Я в 16-м году пришел, тут не было ни дорог, ни парков, ни скверов, ни детских площадок. Вот, кстати, тоже вопрос. Предыдущий мэр, где он сейчас? Ну, без понятия. Ну, где-то, ну, ведет какую-то деятельность. Честно, не очень. Здравствуйте. Ой, вас узнают. Да, да, немножко. За два с половиной года. Честно, не очень люблю комментировать какую-то профессиональную деятельность других людей. Не в моих полномочиях. А какой самый крупный размер взятки, который вам предлагали на вашем посту мэра? Ну, мне ничего, если честно, мне никто ничего не предлагает, потому что, ну, они прекрасно знают, что это будет такая бесполезная история. Да? Да, абсолютно. И, если, ну, кто-то из предпринимателей захочет испортить отношения, там, раз и навсегда, там, да, со мной. А, кто может предложить попробовать. Да, кто может попробовать и, там, дальше решили с законом поиметь, ну, и все, с правоохранительными органами, тогда там все спослуживаю. Сложная ситуация в Бахчисарае, можно сказать, потому что запрещенная организация на территории России Меджлис, она же раньше здесь базировалась. Да, да, да. И, возможно, что здесь какие-то сторонники оставались. Да, ну, у нас... Ведет ли у вас какая-то работа там? Ну, это работа наших спецслужб. Ага. Естественно, они ее ведут, ведут плодотворно. На результатах. А, то есть, кто-то выявляется даже? Да, безусловно, да. Там, как вы знаете, на территории, в том числе, Украины, была такая организация, ну, Хизбут Ахрир. Да, да, да. Она в Российской Федерации признана террористической, запрещена. А на территории Украины она была разрешена, и они, включая них, там, они действовали практически легально. Ну, не практически, а легально. Вот, поэтому, в том числе, в Акчисарае выявляются и приверженцы данной организации, к сожалению. Ну, это нормально, абсолютно, да. Но их немного. Основное население Акчисарая, просто, знаете, я тут, честно сказать, проводила социальный эксперимент, и я думала, после моего социального эксперимента вы мне откажете в интервью, потому что он вызвал много шумихи. Да, я вас еще спрошу, что вы думаете по этому поводу. Но я поняла одно, что Акчисарай, в принципе, в своем, он очень патриотично настроенный город. То есть, очень патриотично. Да, в целом, в Крым в целом патриотично настроен. Это логично. Да, это логично. Было бы странно, если бы это было не так, благодаря нашему президенту, благодаря тем обстоятельствам, Крым вернулся обратно на родину. Сейчас я, знаете, хотела бы, если у вас еще есть немного времени, попросить со мной пройти вот в какой-нибудь, вот, например, вот тот двор, ну, раз уж мы тут идем. Просто у меня здесь... Через пешеходный переход. Да, у меня здесь недалеко живут друзья. Вика Педия, если кто меня смотрит. И мы, когда к ним во двор приезжали два года назад в гости, я удивилась, что в Бахчисарае во дворах, вот, прям, знаете, вдоль заборов мусор валяется, бутылки, какие-то пакетики из-под соков, из-под пива бутылки. Я была в диком шоке и ужасе, и подумала, что Бахчисарай дико грязный город. Потом я, кстати, наткнулась на большую свалку в Бахчисарае. Там мы поехали на природу, посмотреть на красивый вид со скалы, и в итоге наткнулись на свалку, на которой работала машина и отгружала мусор. У вас с мусором вообще-то как сейчас? Идет борьба за эти два с половиной года? Я как в 16-м году пришел, мусор был вообще крайне тяжело. В некоторых местах, в контейнерной площадке, не было видно бачков. Вообще большие, да? Ой, нам, наверное, нужно. Было завалено мусором так, что под мусором не было видно, что там еще бачки внутри стоят. Ничего себе. Да, это было НТО, убрали. А, здесь тоже были ларьки? Ну да, убрали. И на их месте сделали кул? Да, и сделали кул. А как вот, кстати, граждане не бастуют, что вы убираете ларьки торговлю? Просто помню еще была ситуация, как вы... Я снимала, как сделали красивые эти домики для торговли сувенирами, а их потом сожгли. Знаете, это такая палка от двух концов. Но, опять же, да, там, повторюсь, там, всем, всем не будешь хорош, и, к сожалению, там, в нашем городе получилось так, что там, это не стартные торговые объекты, да, ларьки, как называемые, это вообще такая, ящик Пандоры, в общем. Мы его открыли, и... И понеслась, да? Да, 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 то есть, ну, там, начали, там, звонить отовсюду, там, оказалось, что эти ларьки у каждого, там, маломальского, там, чиновника есть ларечек. Я вот, честно, вот, мое мнение, я бы убрал вообще все, все эти НТО, но, там, есть другая сторона медали, да, предприниматели. Ну, да, и нет, если убираешь, то нужно что-то сделать. Ну, да, конечно, там, ну, вот мы, там, приводим в порядок, там, уже можно, там, видеть примеры, у нас, там, есть, то есть, уже с лавочками, с благоустройством, с деревьями посаженными, там, то есть, это совсем по-другому выглядит, то есть, все в едином стиле, никаких, вот, там, отсебятина и тому подобное. Ну, как вы скажете? Давайте так пойдем, пока чистенько. Из Москвы, да, вот, кстати, да, интересная часть игры. Эту историю победили давно, тоже, кстати, радикальными методами, потому что там были, ну, москвичи знают определенные, там, и на Тверской. Так, простите, смотрю подворотник, там чистенько, ну, тут есть немного мусора, но по сравнению с тем, что я видела тогда, но все равно. Помаливается. Обычная контейнерная площадка, ну, да. На самом деле, с мусором боролись долго. И ветром, наверное, все это носило. И было прям, да, навалы, ну, прям, ну, прям, ну, собственно говоря, прям навал. А в чем была проблема? Кто-то не хотел вывозить, какая-то, ну, подрядная организация? Нет, у нас был МУП, так, если, можно сказать, стоял на коленях, грубо говоря. Как понять? Ну, с точки зрения финансовой, финансово-хозяйственной деятельности, там, большие проблемы, там, были с налогами, большие проблемы с долгами, заработные платы и тому подобное. Это что за площадка? Новая? Нет, мы еще в прошлом году поставили. А, ну, при вас. Да, конечно. Ну, давайте пройдем мимо. А, я думаю, чего вы мне направо показываете? Это у вас площадка. Вы хитрец. Не, ну, на самом деле, мы ее в прошлом году еще поставили. А, так вы мне скажите, вы сколько еще лет хотите быть мэром Бахчисарай? Какие у вас планы? Жизнь, там, преподносят и сюрпризы, да, и мы не можем сказать, что будет завтра, я поэтому так вот не могу сказать, сколько. Вот я пока смотрю чисто, ну, вот пару бумажек, ну, это вообще не критично. О, нашли какую-то плохую дорогу, пошлите посмотрим. Нет, это неплохая дорога, ее делают. А, да? Да. Так вы знаете, куда меня везти, я тут. Мы просто вот так вот идем, поделить сюда, можем куда-то там. Какие-то есть у вас еще глобальные стройки, планы на Бахчисарай, больницы, школы, или с ними уже все сделано? Больницы, школы, это там, ну, больницы, Минздрав, да, школа. Образование. У нас тут по ФЦП, к сожалению, стоит школа. Вот так просто пройдет. Ну, строятся у вас тут школы, детские сады в городе? По ФЦП, два детских сада, одна школа. Это тоже дорога строится, да? Да, ну, видите, это чебеночное основание. Немножко еще про вашу биографию спрашиваю. Вот вы переехали в Крым. Да, в 2014 году. В 2014 году. Вы сейчас живете, получается... Живу в Сиферополе. Сиферополе? Вы сюда каждый день ездите? Да, сюда каждый день езжу. А у вас муниципальное жилье или свое? Нет, какое муниципальное. Нет, снимаю. Снимаете? За зарплату мэра? За зарплату. А, подождите, а государство... Разве не покрывается вам это? Ну, у нас в муниципалитете такой программы нет. У нас есть... Ну, я там... В точке, корыта, так называемая. Куда она ведет? Выезд тоже. Ой, как красиво. Это межквартальный проезд. Вот выезд на улицу Мира, там, в основном. Новые дома строятся в Бахчисарае? Строятся, вот, опять же, по ФЦП. Медленно, медленно, медленно. А, по ФЦП, ну, то есть, это не на продажу, не коммерческая недвижимость, да? Нет, нет. А для военных там или для... Ну, строятся по программе международцев для такой категории граждан, как депортированные народы. А, то есть, для них строятся. У меня тут уже вопросы закончились, но родилась одна мысль. Я смотрю, ну, Бахчисарае толком ничего не строится, но ничего нету. Ну, как бы, то есть, люди живут здесь размеренной своей жизнью, привычной, уже много-много лет. А вы тут, получается, пришлый человек. Ну, у вас команда тоже, как бы, поменялась ваша с вами, да? Ну, в основном, да. И как относится вот к тому, что правительство пришло в Бахчисарай, такие, знаете, люди со стороны, которые не знают ни укладов, ни устоев? Ну, я не знаю, мне кажется, это в этом ничего такого нет. Да, ну, конечно, давай, а там пришли какие-то, пришли тут, там, советскую власть устанавливать. Да, да, да. Негодяю. Мы тут жили столько лет, а нас тут теперь учить будут, как надо. Ну, это нормально, мне кажется, много регионов, где можно посмотреть, там, да, губернаторов, которые... Ну, да, берутся одних мест. Переезжают с других мест, понятно, что дело, что есть команды, которые, ну, с командой вообще, в принципе, тяжело что-либо выполнять. А это что? Да, это нас будет интересная история. Это зарегистрированный недострой, без процентного соотношения, но тем не менее. Ну, ведем сейчас... То есть его нельзя снести? К сожалению, пока нет, это собственность. А, нормальная собственность. Да, да, да. В центре города такая развалюшка. Я слышала историю, что тут у вас двор от детской площадки отказался. И такое было... Потому что, говорит, зачем нам? Попросили предпринимателей зайти благоустроить двор. Вот такая, это один взять, как бы вот... Да, да, да. Предприниматель, то есть это даже не за бюджет города? Не, 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 не за бюджет города, они пришли там делать съемку, слышали люди, что здесь делают, они там хотели гордо ответить, что... Ну, они ответили, вам двор благоустроят, ну, вот, разворачивайтесь и... Серьезно, да? Идите, да. Я собрал жителей, говорю, а в чем суть? Я что-то не знаю, не понимаю. Это вот в начале было, правда? Да, 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 прямо вот, там, вот, 16-й год. А, говорит, нам не надо. Я говорю, почему? Ну, просто вот интересно для себя, почему. Говорит, а вы сделаете в другом дворе, мы будем ходить к ним. Нам, ну, то есть нас это устраивает. Я говорю, ну, как это... И что, вы так и сделали в другом дворе? Ну, мы другие дворы благоустраиваем, так или иначе. А тот так и остался. Ну, так и остался, конечно, без полного. Желание, желание жителей, закон. Ну, так можем... Давайте. А, уже, да, заасфальтировали что-то. Мы сейчас идем по периферии, вот, я мусора как-то вот, ну, не особо, ну, пакет какой-то заблудился. А это что, вот это вот все? Это тоже, это тоже хозяин, что и того... А, недостроил, да? Да. Он везде недостроил? А и куда делся? Он никуда не делся, я вам даже скажу, что он занимает одну из должностей, в одном из сельских советов, не буду говорить, как он поймет. Да, понятно. Да, ну вот, к сожалению, такое... Так давайте мы ему передадим, сделайте Бахчисарай красивым, пожалуйста. Я думаю, это не поможет. Да? Да. Здесь в прошлом году, кстати, был тоже еще один недострой, но без собственника. А, убрали. Что нам помогло, ну, его как бы нивелировать. Тут на этом вот, ну, где сейчас работа ведется, там уже двор был устраиваем. Вот здесь был полностью недострой, из двух секций состоял, да, там входа были, и все это самое тоже, его полностью убрали. Так вот, я смотрю, сейчас машинка работает. Да, да, да. У вас вот все, везде все работает, это так радует. А, это что за дом? Это вот у нас строится по ФЦП, да, по ФЦП, 168 квартир. Давно строится-то что-то? Да. Ну вот, тоже обустраивайте. Это вы меня специально сюда привели? Ну, мы утром бы ушли и... А, так получилось. Один двор, второй двор. Я сначала думала от сквера направо уйти, потом думаю, наверное, вы там подготовились. Думаю, пойдем налево. Нет, там тоже есть, кстати, у нас новые детские площадки. А, тоже было бы что показать, да? Да, да. Понятно. Где школа? Вот эта школа строится? Да, строится, да, по ФЦП. Ух ты! И, ну, она не заморожена? Ну, тоже строится так вот. А, как посмотреть. Потому что по ФЦП. А, потому что по ФЦП, поэтому тоже. Подождите, у вас сейчас что-то все, что по ФЦП не строится? Да, да. Да? Да. А почему? Ну, это не от нас зависит, мы не заказчики. А, от ФЦП. Это к ним все спрашивают. Ну, заказчики разные. Ну, я как бы, что же, комментировать их деятельность не хотелось бы. Понятно. Ну, ладно. Ну, обидно нам, нам просто пока обидно. Ну, да. В школу-то ждем. Ладно, Сан Саныч, спасибо вам огромное, что уделили мне время в обед. Я руку пожалала, но я типа дама. Да, да. Не очень принято. Вам спасибо, да. У вас больше всего, всегда рады. Да, вот, посмотрите потом все на ютубе. Сильно не ругайте, но как есть, так и выкладываю обычно. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.